продолжим продолжим сейчас как старообрядцы слетает как старообрядцы относится к пище по ветхому или по новому завету различает ли чистых нечистых животных как например свинью кролика и тому подобное ну что старообрядцев я знаю не понаслышке это моя родина бога избранному еврейскому народу когда они только выслеживали египта ну они-то там учились чему большинство то уже привыкли поклонялись быку апису и другим животным и бог дал закон он стеснял их выборе пищи это разделял все творения на чистые и нечистые вот третья книга моисеева там левит 11 главе говорится премудрости соломона 15 19 он говорит они даже некрасивы по виду как другие животные что могли привлекать к себе на лишенное одобрение божие и благословение его к пище конечно новозаветным христианам это не имеет никакого отношения почему вот в первом послании к темофею 4 главе 4 5 стих апостол павел наставляет ибо всякое творение божие хорошо повторяю всякое и ничто непредосудительное если принимается с благодарением потому что освещает со словом божьим молитвой и колоссином он говорит 2 16 17 и 22 23 стих и так никто да не осуждает вас за пищу или питье или за какой-нибудь праздник или новомесяч или субботу это есть тень будущего а тело во христе и так если вы со христом умерли для стихии мира то для чего вы как живущие в мире держитесь постановление не прикасаясь и не вкушай и не дотрагивайся что все истлевает от употребления я человек съезд и выбросилась по заповедям и ущения человеческому это имеет только вид мудрости в самовольном служении смиренно мудре изнурение тела вектором небрежения насыщение плоти так вот у сарабряться по исключительно сильная традиция безотчетная такая вера в родительское научение преданность до смерти детскому научению и учитывая что библия не только не имеет никакого авторитета в их среде но считается книга от которой сходят с ума это старообрядческая наработка и в отношении пищи научены по традиции а традиция это смерть всякой живой мысли они вообще ничего не слышат и не видят кроме традиции когда считают что ан креститель питался акридами они берут из толкования только такое какое сходится с их мнением считая что это трава растения и даже толкование блаженного феофилакта признаваемой ими как заслуживающее доверие то в данном здесь на толкование матфея 3 4 сам же я намел одежда из верблюжья волоса и пояс кожаный на шреслах своих а пищу были акриды дикий мед и у марка 1 6 они не воспринимают а пищу были акриды дикий мед некоторые говорят что акриды это трава которая называется мил агры а другие разумеют под ними орехи или дикие ягоды дикий мед мед который приготовлялся дикими пчелами и которые находят в деревьях равные между камнями и анжа носил одежды из верблюжья волоса и пояс кожаный на шеста своих ел акриды и дикий мед можно говорили об этом евангелие от матфея а теперь скажем только о том что там опущено равна пища иоанново указывала здесь конечно на воздержание было вместе образом духовной пищи тогдашних иудеев которые не ели чистых птиц небесных то есть не помышляли ни о чем высоком а питались только словом возвышенным и направленным горе к небу но опять упадающим долу на время исполняли а тут отступали ибо соронча акриды есть такое насекомое которое предлагает прыгает вверх а потом опять падает на землю равным образом народ ел и мед производимый пчелами то есть пророками но он оставался у него без ухода и не был умножаем то есть они не ухаживали за пчелами углублением и правильным разумением хотя евреи думали что они разумеют и постигают писание они имели писание как бы некоторый мед но не трудились над ним и не исследовали его у левит 11 20 25 говорится все животные присмыкающиеся крылатые ходящие на четырех ногах скверны для вас и всех присмыкающихся крылатых ходящих на четырех ногах тех только есть у которых есть голени выше ног чтобы скакать ими по земле вот этих ешьте из них сорончу с ее породой салам с ее породою харгол с его порода и хагап с его породою всякое другое присмыкающиеся крылатые у которого четыре ноги скверны для вас от них вы будете нечисты всякий кто прикоснется к трупу их нечист будет до вечера и всякий кто возьмет труп их должен омыть одежду свою и исчист будет до вечера ясно что трава не может скакать я им показываю это все но по местным условиям не старообрядцы не их пращу никогда не ели саранчи какое же они могут оттолкование в любом своем самом диком заблуждении они стоят упертые намертво ответ с их стороны один это проклятые никоньяни сделали неправильный перевод исказили испортили блаженного афипилакта если покажем толкование она златоуста на эти стихи ответ тот же самый окаянные никоньяни все перепортили свиней в сибири выгодно держать и они их испокон века держат старообрядцы любят вкушать непостные дни начетчики дали умную трактовку оправдывающие едение запретного и как обычно они прибегают к мифотворчеству и бабьим басням бредням пьяных старух по златоусту они говорят что свинью ныне разрешено есть потому что ее едение осветил христос когда на кресте вкусил поданную римским воинам свину и желчь никаких доказательств подтверждающих эту версию они не имеют у старообрядцев не приемли за перевод библии на русский язык ибо ни коня не сделали его неправильно исказили в свою пользу а сами за триста пятьдесят лет не предприняли и малейшей попытки выучить из своей среды грамотных и перевести правильно священное писание вот мы читаем солом 32 16 не спасется царь множеством воинства исполина не защитит великая сила ненадежен конь для спасения не избавит великой силы своею славянском переводе это место считается ложь конь во спасение то есть конь ложный ненадежный то а не уверена что в случае необходимости лгать допустимо для спасения ложь конь во спасение так что старообрядцы не пользуется не ветхим и новым заветом в отношении пищи василий великий рассуждая на эту тему главенствующую роль отдает разуму говорят что хотя нам и разрешено употреблять пищу все растения но не белины же мы объялись чтобы есть белину так и в рассуждении о пище животного происхождения мясо некоторых животных ядовито как у стеребятников поедающих падаль в деяниях 11 9 и отвечал мне голос вторично с неба что бог очистил того ты не посчитай нечистым эти же хитрости старообрядцы применяют в отношении рыбы определяя их пригодность по якобы обнаружили кости в виде креста в голове нам дедушка показывал даже главное для христианина китайцы и японцы и другие чтобы это было безвредно и принималось благодарением и молитвой старообрядцы ни под каким видом не соглашается есть мясо голубей и обосновывать это тем что дух святой сходил в виде голубя но вкушает овец и и гнят хотя христос называется агнцем и показан в таком виде а ну крестителю ян 11 36 увидел идущего иисуса и сказал вот агнез божий деяние 8 32 а место из писания которое он считал было сия как овца веди он было на заклане и как агнез при стригущем его безгласен так он не открывает ус своих и в откровении 5 6 я взглянул и вот посреди престола четырех животных и посреди старцев стоял агнез как бы закланный имеющий семь врагов и семь очей которые суть семь духов божиих посланных во всю землю в житии филарета милостиво 1 декабря говорится что на брачном торжестве у него были поданы на стол голуби как в египте там где-то в одном месте в каире в ресторанчике голуби бывают жареные и нафаршированные это исключительно нежное чистое диетическое мясо таким образом старообрядцы относятся к пище не по ветхому не по новому завету а по своим измышлениям только потому что не знают содержание библии вот такой ответ полный по всем пище по всему ни и осипов никто не дадут они не знают вот у меня тут жена подошла тоже хорошо вижу екатерина поклон она-то меня не видит наверно видит видит синичка тут справа от меня прилетает и от комаров сетку кушает я думаю что шумит так вот такой вопрос как очень актуальный когда в церкви проходит диакон с кадилом обязательно ли вставать в круг или это не имеет значения говорят что нельзя оставаться за ограды то есть за той гранью где диакон проходит с кадилом ну или священник с кадилом проходит все кланяться поворачиваются постоянно крутятся так на ощущение диакон идет с кадилом что ходит один вопрос у него же написано мне так видится картинка из популярного журнала пьяный мужик сидит на полу это наполовину стащил скатерть со стола на себя а над ним склонилась и жеваная пожелтевшая от горя жена и ласково говорит ну ты же обещал прошлый раз что не будешь больше пить а он не внятно бормочет да мало ли что по пьянке не брякнешь вот то же самое с этими суевериями объяснениями того что делается в церкви прихожане не могут объяснить значение ни одного поворота священника а все богослужение состоит из сплошного кроссворда и многословной шарады все зашифровано глубже ветхозаветнего и допотопного и сам священник ничего не может объяснить то кто из них до конца дочитал симеона солунского и знает содержание новой скрижали и кто из них прочитал хотя бы раз библию и девять томов настольной книги священнослужителя все это подробно объясняющий вот воистину то на нас ежедневно сбывается это из века в век матфея 13 15 14 оставьте их они слепые вожди слепых а если слепой ведет слепого то оба упадут в яму исайя 43 8 выведи народ слепой хотя у него есть глаза и глухой хотя у него есть уши диакон кодить не людей не стены а иконы поэтому людям нужно стоять спокойно едва наклони в голову и не вертеться вокруг собственной оси как игрушки как завороженные вслед за диаконом а другие еще руками машут благодать привлекает ладошками на себя захватить дыму побольше у нас диакон был он туда горсть и понед но бабки как обкуренные пчелы падают вот так вообще это прописаны именно с какой целью каких материалов именно вот в книге настольной книги священнослужителя а вот впереди то считай какие снеги и вот солунского да да и содержание новой скрижали так называется новая скрижаль книга большая хорошая синий переплет надо будет почитать конечно летом на улице тоже нужно ходить женщинам в платочке под булавку а мужчинам с поиском а вот вы прислали тут кто-то этот ролик про мусульманку то ведь она это не у себя где-то там мечеть она в университете она на работе а когда она пробила это теперь за ней все мусульманки туда сунулись которых москве не принимают а это в саратове вроде есть а почему так ей разрешайте а они ее ценят вот они не будут выгонять его там за платье или христианина за бороду вот про пояс однозначно никогда не снимать и рубашка должна быть на выпуск слово пояс опоявшийся встречается в библии сто двадцать четыре раза а распояться только один раз и то в виде насмешки а женском головном покрывали в библии написано очень много для нас важно то что молиться она должна с покрытой головой 1 коринфянам 11 13 это рассудите сами прилично ли жене молиться с богу с непокрытой головою ходить одетого по церковной форме под булавку есть безмолвая проповедь о церкви об отделенности от мира о скромности а это не так уж мало мне приходилось видеть в россии в америке женщин в различных национальных костюмах амиши я спросил кто они почему мужчины идут впереди и все с бородами и никто этому не удивляется но на них все обращают внимание у них женщины как у японцев должна идти позади не ближе двух шагов от мужчины посмотрите на среднеазиатских торгашей так как они одеты и не изменяют своим неудобным халатом и тюбетейком не лезут в немецкую форму завезенной петром антихристом порушившим национальное родное но бритье бород заправка рубашка в брюхе так вжилось в испорченный грехом природу человека что сегодня даже христиан невозможно отучить от этого вот так да я вот тоже пояс одел уже ношу тут несколько месяцев может мне притом меня сподвигло знаете что после под роликом беседа какая-то состоялась какая-то женщина отписал ну как то как всегда против бороды что-то начала воевать ну я и начал приводить всякие примеры с библии убеждать и она мне говорит да чё ты говорит еще как пояс на день ага чё ты без пояса ходишь аж такой как типа правильный я тут понял что правильно она мне сказала чем без пояса хожу я делал после уже и больше уже не снимаю никогда не снимать а самое главное когда его делишь уже ходишь потом думаешь как ходил без пояса как ходил без бороды смотришь на безбородок и жалко даже становится жалко искаженный образ да и это немало что люди вот говорят да главное сердце да как это все и сердце то идет наружу сердце то не видать а поступки то видать они свидетельствуют о сердце омерщенным может ли быть иконы с изображением христа бесовской вот такие записки мне прямо закидали я отвечаю тут на четыре тысячи сто двадцать четыре вопроса а сколько нет здесь не помещено я не знаю они у меня мешки забивали записки на кафедре стою когда но чей на место ввиду не икона освященной церкви а ту которую продают не церковные люди я так думаю или же вопрос хотели поставить так можете дьявол явиться в виде иконы христа священнослужители правильно советует не брать никаких изображений у вызывающих подозрения людей это а для написания икон существует определенные каноны неправильно совершенное крестное знамение может приносить не благословение а порицание когда изображается перевернутый крест когда персты полагает не на щребо на грудь точно также и здесь дьявол может являться и в виде христа и девы марии и ангелов это ответы я на костьяна второе корейство 1114 и неудивительно потому что сам сатана принимает вид ангела света володя подойди-ка сюда подождите я сейчас на найду другое так маленько 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 мне надо здесь найти вот в ответе быстром ответ такой мне тоже вопрос задавали я отвечал я сюда применяю сейчас это вопрос 1510 открытым оком можно записать себе том 6 тоже записка была мне такая в газетах много пишут что на руси невиданная экспансия разных заморских и доморощенных сект но ведь истинность а наши православные веры доказать не трудно например ни о ком сам бог так не свидетельствует что наша вера божественная везде мир отощат иконы мощи нетленные являются идут новые канонизации православные миссионеры пользуются летими неотразимыми свидетельствами об истинности православия в беседе с сектантами ответ как не глупы наши горе миссионеры в кавычках но в борьбе с сектантским суемудрим они на эти доказательства в кавычках очень не упирают разве только в уме своем потухшим пересчитывая все что пишут алтайской миссионеры в алтайской миссии газеты в лампаде название газета александра невском и вестники в этих и партихальных мурзилках как их называют знающие что такое духовное но и там выступление дворкина профессора из москвы не смогли озвучить с упоминанием этих доводов или не захотели или не что вы не смешите своих противников миссионеров православия сегодня нет практически нигде не говоря про алтай где тьма египетская по всему фронту по всей линии соприкосновения с врагами истины сектантов хотя и командировка профессора по сектоведению уже позади он был здесь но ничего не изменилось в этом плане и никогда в обозримом будущем не может ни наюту измениться московская патриархия не может никуда притулиться как только своим корням традициям крестным ходом поиску все новых более чудесных чудес это ее история и опыт ее подобие жизни они пока еще машут широкими рукавами с трибун съездов конференций форумов и прочих порождение плотского ума конкретно посмотрите на это чудо в кавычках крестный ход у нас идет на крещение господне на опе стоят на льду священники в ризах на людей это новое шоу придуманное как восстановленная традиция новым епископом действует совершенно в обратном направлении люди видят этих дебилых непокрытых неповоротливых батюшек с животами в этих неуклюжих ризах как в москхалатах в этих и петрахелях партуках но глаз выхватив это ищет уже нового когда же будет главное действие когда можно будет окунуться или хотя бы поглазеть на входящих в ледяную воду и вот эти десятки тысяч прохожан разнесли домой эту вожделенную воду пить которую местная санэпидемстанция запретила категорически так для чего же была эта комедия с ходом и прочими представлениями а вот очень просто чтобы показать видимость жизни видимость общения с народом видимость труда великого а где в это время были эти проклятые ими сектанты проклятые да не были они тут им зачем эти маскарады то маскарады то как они называют подобные наши выходки они в это время в домах культуры проповедует как могут свое учение скачут с библии причащают в кавычках своих адептов туда идут тоже тысячи там в это время идет необратимый процесс разрушения личности разрушение государства и лжет дворкин то что большинство из этих уловленных заморскими эмиссарами вернуться из сект нет голубчик ничего ты не смыслишь в этом ты еще и не нюхал сектантской кухни попавшему туда выхода практически почти нет потому что некуда ему идти подворотню нашей глупости в хамство дворкиных их туда не заманишь нашими затклыми объедками с византийского подворья дальнейшая перспектива такова количество уходящих навсегда из православия будет все расти и очень стремительно количество прихожан православных храмах еще стремительнее будет падать и эти восстановленные никому не нужные храмы будут пустыми и они будут отданы на пользу безбожникам или сектантам старое вымирает и молодых почти нет в храмах у сектантов молодежь они рождают своих и физически и через обращения к своей вере их сонми легион увеличивается с часу на час криком кричали православное принятие нового закона борис николаевич ельцин пошел на поводу патриарха и додавил принятие нового закона религиозных культах объединениях организациях в обществах сколько было вопли за границей против этого закона но еще православные не успели перерегистрироваться а сектанты уже все получили новое свидетельство прошли перерегистрацию вот так и снова опять православные чтобы этот закон опять поменять так какой же им нужен закон то чтобы они угомонились да такой какой был при царях батюшках чтобы ловить ловить сажать сжигать морить в подземельях как протопопа у вакуума сестер морозовых как штунду разные молоканы духоборов разных мастей жидомствующих стригольников опоздали любезная времена не те и вы повязаны в этих конвенциях доллары вас ослепили и слабость ваша не позволит вам рта открыть всюду погибель нужно к мудрости божией обратиться и учить в семинариях жизни а не в мощах искать спасения не в чудотворных иконах в мощах вся мощь премудрость соломона 8 8 13 если кто желает большой опытности мудрость знает давно прошедшее и угадывает будущее знает тонкости слов и разрешения загадок предузнает знамение чудеса и последствия лет и времен посему я рассудил принять ее в сожитие с собой зная что она будет мне советчица и на доброе и утешение в заботах и печали через ее я буду иметь славу в народе и честь перед старейшинами будучи юношею окажусь проницательном суде и в глазах сильных заслужу удивление когда я буду молчать они будут ожидать и когда начну говорить будут внимать и когда продлю беседу положит руку на уста свои через нее я достигну бессмертия и оставлю вечную память будущем после меня с первого дня когда еще зарубежная церковь имели миротащивую икону зарубежная церковь всего-то лишь одну тогда и нужно было предвидеть эту беду куда заведут чудеса вот как пишет комсомольской правде 19 марта 2003 года на странице 18 19 заголок почему миротащат иконы бог или дьявол подает знаки сегодня особенность добыла в 1999 году комиссия по описанию чудесных знамений происходящих православной церкви состав комиссии входят священники профессиональные физики химики биологи и историки сопредседатели комиссии архимандрит и ангст экономцев ректор российского православного университета и павел флоренский профессор геологии московской георазведочной академии и вот как они отвечают на вопрос корреспондента в кавычке не сочтите за грубость но наш народ стал слишком тупым слишком тупым и бог как бы подает знаки чтобы мы задумались о своей душе и вернулись к вере хотя возможно другое объяснение из истории церкви мы знаем что мироточение может быть не только божественным знаком но и проделками демонов возможно в потустороннем мире кто-то просто издевается над нашими священниками а мы ломаем голову над тем что это происходит я добавляю вот в этом только в одном иванове в городе уже мироточат 13 тысяч икон если такая авторитетная комиссия уже дает отзывы о предполагаемой дьяволиаде а возможно чертовщине то что скажут явные недруги сектантов об этих чудесах в кавычках ни один самый умный враг нам не подложит такую бомбу не подложил как клюнувшие на эти чудеса батюшки а теперь вслух заговорили о том как они всегда считают народ тупым да да это это тупости довели то его вы разлюбезные наши пастыри вы все довели акафистами требами до богослужениям вы же мертвы до упора мертвы и беспредельно а рождение свыше не слышали и свели эти слова рождение свыше к мочению волос на макушке головы мокрой ладонью на заводовая это кощунца за крещение главное убийцы веры в народе являются эти самые кто призван хранить народ не случайно затоуз говорил что большая часть священников погибает большая часть из этих резоносных и с косичками будут гореть в прямо от проруби соби большая часть из них избранных в президиуме в епархию и он добавляет что если вы хотя одна душа погибнет по небрежности священника то ему не хватит всей его жизни чтобы загладить сию вину а и гибнет миллионами вот о чем и говорил отец андрей ткачев им бы новый закон чтобы эта власть устроила освенцам стране чтобы ловили и жгли ловили и душили 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 как шариков котов душили староверов баптистов а сегодня говорят что эти люди были традиционно местные они такие спокойные такие тихие не деструктивные не экстремисты были как сегодняшние не фанатичные талитарно талитарно не вредные вот как заговорили то когда появились новые секты то готовы старых своих врагов брать соратники чтобы одолеть новоявленных гуру на его пятидесятишество со всеми харизматическими выкрутасами и песнопениями их не уничтожить не выбросить из страны не одолеть и власть не пойдет на это но поможет сектантам на этом раздрай и воссядет дядя антихрист истинность веры доказывается только библией и нашей жизнью если у батюшки учили народ знания священного писания то результат какой то мог бы быть но богослужение традиции чудеса на этом и закончится православие в россии ибо беду священники уже ощущают но делать ничего не умеют как говорит феофан затворник горе вам что затворили царство небесное человеком горе матфея 23 13 это сказано архиереем которые сами не учат народ спасительному пути и священников не заставляют это делать сказано священником которые оставляют народ небрежение не заботясь объяснить им что нужно для спасения души от этого народ пребывает слепоте одна часть остается уверенности что идет все правильно а другая хотя замещает что у нее не так идет дело но не идет куда следует потому что не знает как и куда идти от этого разные нелепые понятия в народе от этого легко находят доступ к нему и всякое злое учение священник обычно думать что у него приходит все исправно и хватается за дело только тогда когда это зло разрастается и выходит наружу но тогда уж ничего не поделаешь священник первым белом своей совести должен считать совершенствовать взрослых познаний христианской веры а юное поколение готовить с первых сознательных лет объясняем то что им нужно и можно знать когда и как будет удобней кавычки закрыты федор за за затворник феофан затворник вот такое еще и ответ полный ответ до ну да я читал эту статью но даже каких-то даже малейших оснований нету по поводу того чтобы считать мироточение каким-то ну чем-то таким божественным ну мы же не находим таких примеров в писании нигде не не видим этого ну да просто хоть раз вот вы встречали чтобы это кому-то что-то помогло вообще поверье они там верующий стали не знаю может где-то и прошел мимо не заметил интересно нас обыскивали мусульмане а это был дагестан кажется мы уходили или это было в азербайджане азербайджан наверно таможни но и растеребили когда нас там и там зарубежная церковь иконки посылала и туда прилепляли маленькие такие целлофановые как бы кармашки и там лежал маленько ватки от этой иконы мироточения а мир это течет специально у иконы так корыца бежит желоб и в корыца и вот он увидел а что это такое я сказал но он мусульманин он пристал отдай мне ее жена что ли больная но может что-то и будет чудо какое она я взял на всякий случай помазать это вот я как-то не попала в руки книжечка и тут как раз вопрос тоже на эту тему старая какая-то там еще дореволюционная по поводу исповедания грехов и там перечисляются грехи и там один из грехов было держание собаки в комнате с иконами и вот вопрос можно ли верующему держать в квартире кошку или собаку если можно то сколько и не грех ли это несколько лиц или от этого иконы и сама квартира у нас тут одна какая-то приехала монашка назвалась и увидела собаку в комнате как она взахалась да вы что делаете это не у нас там у других для собака там ангел пребывать не может я отвечаю так можно держать но уже будто ли кошка и собака вместе не тяжело ли в квартире держать пса когда живет человек и не на первом этаже собака не для забавы должна быть а для работы охраны собака хороша в тур походах когда тебя не застану спящего не зверь не посторонний человек держать собаку лучше во дворе я сам держал хороших больших восточноевропейских овчарок занимался с ними в краевом уголовном розыске они у меня работали посаживали их ювелирный магазин и оплатили за них зарплату у отца нашего всегда были крупные мощные собаки охраняли отара овец сегодня же вывели таких плюгавеньких сморчков смотреть страшно уродство собака как член семьи она высокоразвитая животное вполне может соперничать по уму с лошадью нас интересует мнение библия собака грешных злых людей всегда сравнили с а псами и собаками 1 цар 17 43 сказал филистимлянин давиду что ты идешь на меня с палкой с камнями разве я собака и сказал давид нет но хуже собаки и проклял филистимлянин давида своими богами сярахов 13 32 какой мир у гиены с собакой и какой мир у богатого с бедным богачка гиена вонючая смердит грехами и оправедник бедный не ворует он охраняет те сокровища которые доверил ему сам бог таков смысл стиха тавитом 5 17 и отправились в оба и собака юноши с ними архангел тавит и не мешала спорят что в доме нельзя держать ради икон собаку которая скверняет своим присутствием святыню но библия повествует о другом в данной книге говорится что архангел рафаил шел рядом с собакой это его не трогала не беспокоило тогда не нужно приписывать иконам то что у нас в испорченном уме разуме то что не оскверняет нас не может осквернить и наши фотографии давид 11 3 а ты возьми руку в руку желчь рыбью и пошли за ними побежала и собака бог делает различие между теми кто прославляет христа и теми кто бесчестить его святое имя и отношения к скотине у обоих различные у верующих не может быть мучительство над животными исход 11 7 у всех же сынов израилевых не на человека не на скот не пошевелить пёс языком своим дабы вы знали какое различие делает господь между египтянами между израильтянами 2 царь 16 9 и сказала веса сын саруен царю зачем злословит этот мертвый пёс господина моего царя пойду я и сниму с него голову так вот собака не чистое животное и злое второзаконие 23 18 подтверждаю не вноси платы блудницы и сыны псав дом господа бога твоего что ни по какому обету ибо и то и другое есть мерзость перед господом богом твоим исаев 66 3 беззаконник же заколающий вала тоже что убивающий человека приносящий агнца в жертву тоже что задушающий псах так досчитать надо приносящий семидал тоже что приносящий спину и кровь воскуряющий фимиан в память тоже что молящийся идолу и как они избрали собственные свои пути и душа их находит удовольствие в мерзость их матфея 76 не давайте к святыне псам и не бросайте жемчугу вашего перед свиньями чтобы они не попрали его ногами своими и обратившись не растерзали вас матфея 15 23 он же сказал в ответ нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам псалом 21 17 ибо псы окружили меня скопище злых обступило меня пронзили руки мои и ноги мои псалом 58 7 вечером возвращаются они воют как псы и ходят вокруг города добрый священник сравнивается с хорошей собакой а сохраняющий достояние вверено ему но нерадивые пасты и презренны исаи 56 10 стражи и слепые все и невежды все они немые псы не могуще лаять бредящие лежа любящие спать исаи 56 11 это псы жадной душой не знающий сытости это пастырь бессмысленное все смотрят на свою дорогу каждый до последнего на свою корысть неверующие это псы которые в храм ходить ходить не всем разрешено хотя все животные в очах божьих хороши бытие 1 25 и создал бог и зверей земных породы их и скот породу его и всех гадов земных породы их увидел бог что все это хорошо матфея 15 27 она сказала так господи но и псы едят крохи падающие которые со стола господ их язык собак обладает бактерицидными свойствами и при язвах и загнивании их язык врачует сметаной помажешь дашь собака будет лизать и желал напитаться крошками падающие со стола богача и псы приходя лизали струбья его откровение 22 13 а вне псы и чародеи и любодеи и убийцы идолослужители и всякие любящие делающие неправду про кошку библию узнаем только один раз когда евреи рассмехаются языческими идолами послание и риме 1 21 на тело их и на головы их налетают летучие мыши и ласточки другие птицы лазают также по ним и кошки кошка везде залезть потому что она ищет мышей кошка была священным животным в египте продовольствия было много и мыши хватало и вдруг такая мышеловка неутомимо и ласковая грациозное животное маленький тигр в доме она бабушкам ноги греет под старость глистами помогает забогатеть мы все наверно сегодня я негожий сегодня 498 ну что все все